С первым весенним теплом, закравшимся в Ненецкий округ из зимней спячки, вышел житель Наринмара Бурый Медведь Миша. Как и полагается, долгую разлуку отметили большой встречей. Косолапому в вольерный комплекс заповедника Ненецкий пришли многочисленные гости. По словам сотрудников природоохранной организации, с каждым годом друзей у Михаила становится все больше. И Миша, естественно, этому рад, ведь больше становится и сгущенки, которые он так любит. В гости к Бурому Медведю отправилась и моя коллега Ирина Цепитова. Миша с упоением пьет сгущенку, аккуратно сжимая в могучих лапах пластиковую бутылочку. Рассказы о том, что медведи обожают мед, не про местного косолапого. Михаил среди всех сладких лакомств предпочтет именно сгущенное молоко. А вообще, житель заповедника Ненецкий большой любитель поесть. Вкусно и много. Об этом не понаслышке знает Дмитрий Леонов. Здесь его зовут хозяин медведя. Дмитрий ухаживает за Бурым, кормит и поет его вот уже пять лет. С обедами для Михаила заповеднику здорово помогает детский сатумка. «Огромная благодарность, конечно, за это. Да, вот все детишки, которые недоедают, он с удовольствием это поедает и довольно хорошо себя чувствует после этого». «А каждый день привозит все?» «Да, каждый день. Он ест каждый день килограмм по 20. Вот так, да, он ест очень много. Тем более сейчас, когда просыпается и перед сном». В этом году Мишка проснулся 23 марта, а уснул 9 ноября прошлого года. За четыре с лишним месяца спячки фигура Потапыча не изменилась. По словам Дмитрия, бурый весит около 300 килограмм. Кстати, Михаил в еде непривередливый. Можно сказать, абсолютно всеядный. И, судя по всему, отрицает раздельное питание. После сгущенки, не задумываясь, съел вяленую рыбку. Впрочем, сегодня Михаила, конечно, балуют, но в пределах разумного. Гостей праздника просят не бросать еду Мишке в вольер, а складывать в специальную корзину. Белый хлеб, бананы, яблоки, печенье – вот такую огромную корзину угощений принесли Мишке гости праздника. Но любимое лакомство Потапыча – это, конечно, сгущенка. Съесть все это сразу Михаилу не разрешат, потому что очень вредно. Этой корзины ему хватит надолго. Пока Миша с упоением поглощает разнообразную еду, за ним наблюдают десятки любопытных глаз. В полном восторге от косолапого и взрослые дети. Когда я подошла близко к клетке, я испугалась. А сейчас? Сейчас уже не совсем страшно. Он добрый? Добрый. И хороший. И очень здорово, что о Мишке позаботились, потому что со временем жил на свалке, там все про него такое писали. Спасибо, кто о нем позаботился. С 2012 года Михаил живет здесь, в заповеднике Ненецке, в самых комфортных условиях. Можно долго спорить, где косолапому было бы лучше – на природе или в неволе. Совершенно точно одно – под присмотром сотрудников заповедника Миша проживет дольше, чем в диких условиях. Медведи могут жить в неволе до 40, бывали случаи лет. Живут вот этому медведю больше 25, насколько я знаю. А так в целом в природе они живут где-то до этого возраста, до 25. А в неволе могут дольше жить. Сегодня Михаилу уже 25 лет. Возрастной мальчуган – так говорит о нем Дмитрий Леонов. Человек, который знает о Мише больше других и заботится как о родном. Он понимает два слова. Это «иди», потому что вот эта клетка закрывается, а я здесь нахожусь. Он здесь становится грозный, кушать хочет в основном. И вот на той стороне он трясет всю клетку. И когда потихоньку открываешь эту дверь и говоришь «иди», и он пулись и залетает сюда. И все. Так вот единственное, что понимает. А второе, ну это я не буду говорить, мы когда играем с ним, другие немножко слова, не в эфире это. Кстати, те, кто еще не поприветствовал Михаила после его пробуждения, могут сделать это в любой день с 9 часов утрам до 5 вечера. И не забудьте прихватить с собой угощение. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал Север.